Воплотить истории болезни в художественные произведения, объяснить читателю, что не всё в этой жизни зависит от нас, и поговорить о Боге сумел в своей книге Владислав Литвиненко, врач высшей категории. Узнать достоверную, настоящую линию жизни можно, прочитав 46 рассказов. Все они разные. У каждого человека, героя, своё заболевание, свои мысли и переживания, свой исход. Но объединяет эти истории одно – доверие к врачу, к тому человеку, который борется за жизнь пациента. Допустим, история, женщина была ребёнком в комслагере. Мы начинаем разговор, и потом я говорю, вот её рассказ. И переключаемся как от третьего лица повествования. То есть разные истории. Но в основном, конечно, повествование от первого лица, как бы от становления, от 90-х годов, и вот как жизнь наша движется. 2 января 2023 года Владислав взялся из написания собственной книги «Невероятные истории пациентов из жизни». Иллюстрации и обложку создавала его временница Ярослава и ещё одна юная художница Алиса. Истории, изложенные в книге, проникают в самое сердце. Равнодушным остаться не получится. На презентации, которая состоялась с Вилли Полиана, автор в качестве примера озвучил фрагмент одного из рассказов. Запомнилась история одной моей пациентки, угнанной ребёнком в Германию. На приёме во время осмотра я заметил у неё шрам от подбородка до шеи. Откуда это у вас, поинтересовался я. А это Сталинград, был её ответ. Люди, которые стали героями рассказов Владислава Литвиненко, тоже стали участниками презентации книги. Они рассказали, что связала однажды их судьбы. Владислав Михайлович, очень светлый, чистый, очень порядочный. И очень духовный человек. И, наверное, вот это всё нас очень соединило, сплотило. И в дальнейшем дало нам тут стимул многие совершения сделать в Станице Невской. Надо отдать должное, что он никогда не отказывал. Он никогда не говорил, что ребята, мне что-то ещё. Он давал сразу свои советы. Если человек талантливый, он талантливый во всём. И как писатель, я думаю, он состоялся. Его рассказы похожи на рассказы Зощенко. Мы можем ему уже присваивать какие-то рамки. Презентация книги прошла в очень тёплой обстановке. С собой гости, конечно, увезли экземпляры нового издания. Для себя их подарок. Валерия Асача, Дмитрий Петрик. Время новостей.